О нет, дерево. Мне надо нанять смертников. Так, я бы хотел пояснить, что здесь произошло. Короче, я пользовался тем багом, который вот все... Ну, для добычи... Для добычи брони горы. Но существует еще один баг, который, типа, откатывает день до того момента. Короче, из-за того, что я использовал этот баг, день откатился назад. И мне пришлось заново... Мне придется заново изучать, наверное, вот это вот. Но это, конечно же, будет в таймлапсе, так что все будет нормально. Ну, типа, 10 секунд ускоренного времени. Она не выходит. Надо еще раз, что ли? Так, давай еще. Так. Давай мочим. Тереха тоже поможет. Погоди. Почему она хилится? А она от какого-то урона хилится, по-моему. Ну, от какого, я не знаю. От черного или от красного? От красного, наверное. Давай, уходи. Жесть, она бегает. Жесть, она бегает. Нет, мне клерки хилят ее. Все. Фух. М-да. Это было прекрасно. Нормально. Идем дальше. Так, сейчас не будет выбора аномалий. 25-й день. Ура. Человеческий разум – это кипящий котел, полный чувств. Воспоминания, одержимость, желание, страдание, счастье и печаль. Сильные эмоции также означают сильную энергию. Общие усилия многих людей привели корпорацию в оботомию к тому, чем она является. Нам нужно продолжать проводить различные эксперименты. Например, мы сейчас нанимаем новых сотрудников. Мы вербуем много людей для экспериментов. Ужас. Ой. Изначально мы даже не знали, кто нам нужен. Но медленно к нам приходило понимание. И изучая изменения, Эй наконец понял, что их способности, где они живут, их должности, их силы, действительности не важны. То, что нам необходимо – огромное количество энергии. А значит, что нам не следовало обращать внимание на все это. Негативные мысли всегда витают где-то внутри нас. Разлагают и будоражат наш разум, пока вы не останетесь с одним лишь отвращением к самому себе. Если подумать, мне не так… Ой. У меня так и не было возможности спросить вашего мнения. Вы действительно желаете встретиться с Эй? Конечно. Хорошо. Я сообщу Эй об вашем желании, как только он вернется. Но не ожидайте от него теплого приема. Эй – человек, скрывающий свои намерения. Возможно, даже сильнее, чем я. Эй – это тот же самый диалог. Так. Я пока что ничего трогать не собираюсь. Так и продолжаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, еще надо четыре раза. Бедный смертник. Стой, еще, 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 еще один раз. Сок огромного дерева. Древесный сок собран из безымянного гигантского дерева на крови мира. В соответствии с данными исследовательской команды дерево было окружено огромным количеством зеленых форм жизни. Сок насыщал их и давал им высокую регенерацию. Несколько сотрудников, которые выпили этот сок, растворились, оставив в тлеющие зеленые остатки. Прочие различные эксперименты показали, что чем больше выпитое сока, тем больше вероятность растворения. Многим было так интересно, как такое огромное дерево цвело в этой пустоши. Формы жизни, что потребляли сок дерева, становились его удобрениями. Дерево, пожинавшее то, что посеяло. Субъекты, выпившие сок огромного дерева, мгновенно восстанавливали все ХП. Также ХП субъекта будет постоянно регенерировать в течение некоторого времени, с момента распития. Субъектов, употреблявших сок огромного дерева, был обнаружен побочный эффект. Субъекты, которые подвергались этому побочному эффекту, взрывались и умирали в течение 20-30 секунд после потребления аномалии сока огромного дерева, нанося белый урон всем, кто находился рядом с ними. Эксперименты подтвердили, что есть связь между количеством выпитой аномалии сока огромного дерева и шансом взрыва. Так, ну можешь идти. Если выживешь, будет хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА